Сейчас все будет. Всем привет, это у нас новая Яндекс.Станция. Миди, не мини, все правильно я сказал. Миди, как мелодии на Siemens C65. И что это за станция такая? В иерархии моделей она находится между станцией 2 и станцией мини 2. Для тех, кому нужна небольшая станция, при этом красивая, и чтобы звучало на уровне первой или второй станции, может быть, чуть-чуть похуже. В чем тут соль? У второй станции подрезали дизайн, из мини 2 взяли часы, а подсветку позаимствовали у версии Max. И тут действительно есть, что обсудить и есть, что разыграть. Поэтому переходите в наш телеграм-канал, ссылка будет под роликом, там сможете нажать одну кнопочку и поучаствовать в конкурсе на как раз вот такую Яндекс.Станцию Миди. А пока распакуем. Как я сказал ранее, дизайн нам уже знаком по станции 2. Плоская верхняя панель, тканевый кожух, но тут переработали подсветку, она теперь расположена по контуру и может отображать до 16 миллионов цветов. Решение с подсветкой немного спорное, попросту, потому что сверху нет экрана, он бы тут однозначно не помешал, но штука красивая и функциональная в том смысле, что если вторую станцию ты ставишь куда-нибудь там на возвышенность наверх и обращаешься к ней Алиса и ты просто не видишь экрана. Здесь, когда ты говоришь Алиса, загорается подсветка и ты из любой точки комнаты ее видишь. А вот верхняя панель у нас просто черная, но сенсорная. В центре светится логотип Алисы, он же является кнопкой. Нажали, продолжается воспроизведение или останавливается. Удерживаете, запускается помощник. Есть кнопки громкости, плюс и минус. Как и раньше, треки можно листать свайпами вправо или влево. И в принципе это удобно, если станция у вас под рукой. Вот так, лиснули, трек переключился, можно вернуть предыдущий, визуализация красивая. Но я давно привык использовать станцию только голосом. Но для тех, кто боится, есть специальная кнопочка выключения микрофона. Все, вы не хотите, чтобы станция вас слушала и можете управлять ей физически. А самое классное и удобное, спереди поставили дисплей. Такое есть только в мини второго поколения и в Макси. А вот вторую станцию в свое время обделили и от этого было грустно. Дисплей состоит из 45 сегментов, отображает часы, громкость, погоду, таймеры и так далее. Это вы все знаете, к подобному привыкли, как и к тому, что у нас примерно в это время, в каждом ролике внезапно всплывает интеграция. И сегодня не исключение. Что нужно хорошему сервису или приложению? Функциональность, дизайн или удобство использования? Конечно, все вместе. Но это будет бесполезно без крепкой технической базы и стабильной архитектуры, иначе как потом расти и зарабатывать на этом? С технической точки зрения для масштабирования отлично подходит микросервисная архитектура. Те, кто слышал про Docker и Kubernetes, уже все поняли. А для остальных поясню. В микросервисах приложение разделяется на независимые блоки, которые слабо связаны друг с другом. Благодаря чему можно легко менять и добавлять компоненты, не нарушая целостности приложения. И чтобы всем этим дирижировать, нужна гибкая инфраструктура, такая как Selectel, ведущего облачного провайдера. У компании есть облако собственной разработки с набором гибких платформенных сервисов для микросервисных приложений. Можно настроить инфраструктуру на любой вкус и для любых потребностей. Нужны облачные базы данных, есть сервис для управления контейнерами, тоже масштабируемая файловая система, пожалуйста. Все это зазвучит еще интереснее, если знать про акцию. 100% кэшбэк в течение трех месяцев на облачные базы данных Managed Kubernetes. Сейчас все новые клиенты смогут вернуть на баланс каждый рубль, потраченный на эти сервисы. Регистрируйтесь в панели управления по ссылке в описании, разворачивайте проект в облаке и пишите тикет в техподдержку, чтобы участвовать в акции. Едем дальше. Касаемо экрана. Очень странно, что уведомления по типу погоды отрисовываются не посередине, а с краю. Зачем так сделано? Может дело в расположении диодов? Вряд ли. Регулировка громкости отображается и слева, и справа. Уменьшаешь цифры слева, прибавляешь цифры справа. И, в общем-то, моему внутреннему перфекционисту от этого печально. Почему по центру не сделали, я не понимаю. Также из приятного, вот этот кабель, это Type-C, причем станция у нас с поддержкой Power Delivery. Поэтому, если комплектный кабель сжрала собака, или кошка, или попугай, там кто у вас, не знаю, живет, то вы можете заменить зарядку на любую другую с поддержкой Power Delivery. Type-C мы любим, это уважаемо, за это спасибо. Ну, а что по звуку-то здесь? Самое важное в колонке, тут все ожидаемо. Размер сопоставим со звучанием. Мог бы я сказать, но звучит она, по-моему, лучше, чем на свой размер. Вообще, конечно, надо бы сделать уже отдельный ролик про все поколения станции, потому что колонок накопилось уже много и помочь с выбором, что куда, сколько стоит и так далее. Но вот чтобы сейчас вы уже не запутались, например, станция Max 65 Вт стоит прилично, но слушать на ней музыку можно и нужно. Вариант подешевле, поменьше, со звучанием попроще, станция 2 на 30 Вт. Дальше идет станция Mini 2. От музыки вы тут не кайфанете, всего 10 Вт мощности для прослушивания подкастов и, наверное, хаб для управления умным домом. А вот теперь появился тот самый необходимый вариант между Mini 2 и станцией 2, совмещая в себе и компактность, и хороший звук. Специально для станции Миди ребята из Яндекса сделали новую акустическую систему. Она состоит из трех динамиков, один низкочастотный и два высокочастотных. При этом сабвуфер сделан с нуля и направлен вниз. Так мы получаем достаточно глубокий бас с оговоркой на габариты и размер самого саба, конечно. Суммарная мощность колонки составляет 24 Вт, диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц. По сути, прямой конкурент станции Миди – это Apple HomePod Mini. При этом у станции динамики веселее, низкочастотный вуфер получил размер 63 мм, а высокочастотные драйверы – по 20 мм. Раскачать небольшую комнату вообще изи, звук хороший, мы сейчас его прослушаем, но сразу хочу оговориться, HomePod Mini будет звучать лучше, чем станция Миди. Там вот прям, я не знаю, что Apple делают в таком маленьком корпусе, что у них так получается. Никто вообще не знает. Традиционно поддерживается и функция Room Correction, когда станция слушает сама себя, неважно, где вы в комнате разместили колонку, она подстроит звук и звучание так, чтобы это звучало органично. Но если вам не понравится, заходим в настройки – эквалайзер. И тут можно добавить или убрать бас, настроить громкость вокала, высоких частот. Я своего рода и сам великий любитель эквалайзеров и вам советую потыкать. Все это есть в приложении «Умный дом». Ну и, конечно, стереопару никто не отменял, работает из коробки, соединили в приложении и получили стереозвук. Давайте уже наконец послушаем, что ли. Начнем со стереопары. Алиса, включи Outcast, песня «Волна». Включай Outcast, песня «Волна». Алиса, стоп! Ну, вы знаете, это мое почтение. Вот в стереопаре это звучит не просто хорошо, это звучит достаточно круто, чтобы даже такую систему поставить себе домой и просто наслаждаться музыкой. Но теперь куда интереснее послушать станцию MIDI в одиночестве и сравнить ее с другими моделями. И мне неизвестно, сколько еще продержится. И мне не уйдя на дно! Вы знаете, что первое хочется отметить, это насколько крутой звук у версии Max, это версия Zigbee. Он прям разительно отличается от второй станции, хотя вот у меня дома стоят две таких в стереопаре. Меня звук устраивает, но когда напрямую сравниваешь Max, конечно, это просто космос. А второе, о чем хочется сказать, это звук в MIDI. Да, во второй станции он будет чуть-чуть объемнее, конечно же, громче, но при этом сама настройка звука и подстройка звука мне в MIDI понравилась больше, на удивление. И звук здесь действительно очень и очень неплохой. Но на этом приколы нашей медюхи не заканчиваются, потому что это не просто колонка, это умная колонка. Внутри здесь, понятное дело, живет Алиса, но теперь ей помогает отдельный нейродвижок, который оценивается по мощности в 1,2 топса, Terra Trillion Operation Per Second. Вам это ни о чем не говорит, вы знаете террафлопсы, вы знаете флопсы, но это другая мера исчисления, которая применяется к нейродвижкам. Чтобы было понятнее, мы для сравнения берем Apple A17 Pro и его Neural Engine движок на 16 ядер, он предлагает 35 топсов. Если мы берем Snapdragon 8 Gen 2, то его и и-движок предлагает 27 топсов. Здесь 1,2, но для колонки это вы поверите за глаза. А поэтому станция стала намного быстрее обрабатывать запросы, узнавать людей и распознавать команды. Косяки по распознаванию пропали вообще. Например, на станциях Light и Mini Алиса весьма глуховата, а тут целых 4 микрофона трудятся, стало сильно лучше. Сама Алиса умеет здесь все то же самое, что и в других устройствах. Управлять умным домом, включать музыку, подкасты, что еще сказки рассказывает. Ну короче, там сценариев настолько много, вы пришли домой, что-нибудь сработало, свет включился. Все вы это уже знаете, есть миллиарды роликов на YouTube, которые обо всем этом рассказывают. У меня единственный вопрос к Яндексу, когда Алиса перестанет давать подборку рекомендаций после какого-нибудь запроса. Я вот хочу про погоду узнать, она мне после этого целый рассказ о том, как включить утреннее шоу, еще что-то, периодически подбешивает. Но мы едем дальше и без нововведений нас не оставили, поэтому здесь есть новая эксклюзивная фича. И если есть нервные товарищи, которые выключают микрофон, ну на минутку ушки закройте. Позже появятся новые триггеры в сценариях, Voice Activity Detector или детектор голоса. Работает это очень просто. Если вы зашли в комнату, начали разговаривать и, например, если это происходит до 9 утра, то она включает утренний сценарий, там музычку какую-то, еще что-то. Если это происходит с 18.00, то она включает вечерний плейлист. То есть теперь не нужно говорить Алиса или какие-то другие кодовые фразы. Вот она услышала любой голос и сценарии сразу включаются. При этом они включаются только один раз, чтобы вообще из воздуха не делать любые сценарии. Там по каждому вздоху включать что угодно. И вроде бы вещь прикольная, она приближает нас к будущему. То есть мы заходим в комнату и сразу все зажглось. Там холодильник включился, кофе варится. Но как-то это выглядит очень странно. Я бы эту функцию для себя точно отключил бы. Еще одна крутая вещь. Наконец-то нас услышали. Здесь появился протокол Zigbee. Раньше он был в станции Max с Zigbee и в станции 2. В Mini никогда не было. И при этом некоторые фразы, некоторые сценарии работают без интернета. Наконец-то это случилось. Допустим, у вас есть Zigbee-лампочка. Вы говорите, Алисе, включить свет. И если раньше команда отправлялась на сервера, обрабатывалась, возвращалась обратно, то теперь все это происходит локально внутри колонки. Правда, для подключения изначально потребуется в любом случае Wi-Fi. Но это так мелочи жизни. Из других вещей Wi-Fi 5. 5 ГГц. Поэтому и команда обрабатывается в том числе быстрее. Потому что в миниках было только 2,4. Bluetooth 5.0. Вы можете подрубиться с телефона. Для этого достаточно сказать, Алиса, включи Bluetooth. Сейчас. Либо, если у вас, допустим, нет интернета. Или вы взяли станцию с собой на дачу, где Wi-Fi нет. Вы просто четыре раза жмете на микрофон. Выключаю Bluetooth. Включаю Bluetooth. И вам не нужен никакой интернет, чтобы подрубиться с телефона. Это прекрасно. Это, кстати, пришло в недавнем обновлении. На все станции. Пользуйтесь. И вроде бы какие крутые фишки в MIDI появились. Но мне кажется, что Яндекс куда-то не туда все двигается. Потому что нет одного ультимативного устройства. Выходит новое. У него что-то улучшают. Что-то отбирают. HDMI порт убрали во второй станции. Нет подключения джека. При этом есть станция Max с тем же Zigbee. Умная. Звук потрясающий. Слушать одно удовольствие. Но команда оффлайн обрабатывать не умеет. А нейропроцессор есть только в MIDI. Она маленькая. Да, звук хороший, но уже не настолько потрясающий. А поэтому и спрашивается. Вот не хватает какого-то одного суперфлагманского устройства от Яндекса. Ладно, цены. 15 тысяч рублей. И да, цена, конечно, кусается. Да, это новый продукт, новый сабвуфер, новый нейронный процессор. Это все понятно. Но станция 2 стоит всего на 3000 дороже. Я правильно говорю. Всего на 3000. Но при этом она предлагает лучший звук. Да, она занимает больше места. Да, тут нет того же самого нейродвижка. Здесь, короче, при покупке надо думать. А недавно вообще можно было такую урвать по распродаже за десятку. За десятку, конечно, это был бы лучший вариант. При этом MIDI однозначно получилось бесспорное, практически бескомпромиссное, если не смотреть на цену колонка. Она маленькая, весит всего там около килограмма. На тумбочку у кровати поставить в том числе, чтобы слушать музыку, хватит за глаза. И на данный момент станция MIDI это самая навороченная станция, как бы странно ни звучало, которая собрала в себе все фишки и технологии колонок Яндекса. Наверное, вот вам и ответ, кому ее покупать. Тем, кто хочет самое новое. Но еще раз повторюсь, осталось дождаться вот такой же станции, только побольше, чтобы звук получше, чтобы Zigbee тоже, какие-то другие фишки. А еще бы экран сюда прикрутить и было бы вообще круто. Ну прям настоящий большой экран. Такая история. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok